Всем привет! В эфире рубрика «Уикенд» и я, ее ведущий, Лаглава Арсен. Если вы хотите весело и интересно провести свои выходные, то мы с радостью вам в этом поможем. Вчера состоялась премьера фильма «Вычислитель». Это российский фантастический художественный фильм 2014 года по мотивам одноименной повести российского писателя-фантаста Александра Кромова. Десять заключенных, приговоренных по жизненному уикнанию с планетой XT-59, отправляются в опасный путь через Саргасово болото. Группа сразу делится на две части. Эрвин и Кристи идут на поиски счастливых островов. Юс ведет остальные к нелой мели. Однако долгое время их маршруты практически совпадают. В первый же вечер Эрвин понимает, что его должны убить. В прошлой жизни он занимал слишком высокий пост, и теперь он в опасен для тех, кто пришел к власти. Выбрав попутчицы Кристи, он сразу старается уйти подальше от остальных членов группы, чтобы обезопасить себя. На пути к счастливым островам герои преодолевают массу препятствий. Цена этому – свобода и счастье. Приколы под заключенных. Гонку оцикления на полеволе готовности. Тысячу лет назад первые переселенцы покинули Землю. Мне же суждено было родиться на планете XT-59. Завтра ваш приговор вступит в законную силу. Мы дарим вам жизнь. 300 километров строго на восток, и вас ждут счастливые острова. Приговор вступает в силу в данную минуту. У вас есть 21 час, чтобы убраться с материка. Тот, кто останется на берегу, будет уничтожен. Молота сожрет вас. Нас двое, я и Кристи. И мы хотим рискнуть. Хотите сдохнуть на болоте? Почему ты меня выбрал? А разве не ты меня? Рассчитать можно практически все. Вычастливый день. Выжить хочешь? Хочешь или нет? Вы хотели изменить жизнь миллионов? Куток, спасите хотя бы одну! Эрвин! Традиционно, в преддверии самых любимых праздников Нового года и Рождества, спортивный комплекс «Лужники» 20 декабря открывает на своей территории зимний парк. Устраивать масштабные события стала традицией «Лужников». И в этом году организаторы обещают сделать праздник незабываемым. На территории парка будут мотофристайл, ледяные горки, бесплатный каток «Южный поле», детский городок, парк зимних скульптур, пинбол, московская школа радио и многое другое. Также все любители зимнего отдыха смогут покататься на снегоходах и квадроциклах, поучаствовать в различных конкурсах и соревнованиях. Все желающие смогут поиграть в хоккей, поучаствовать в эстафете, на финских санях, покататься на ватрушках, принять участие в гонках на мини-баге. Кроме того, гости смогут покататься в «Дневмогородок» и площадку увлекательных аттракционов, а также обучиться скайжорингу, катанию на лыжах за снегоходом. Любители футбола поучаствуют в розыгрыше Кубка Чемпионат Комп. Во время праздника публику в Зимнем парке будут разогревать диджеи, а уменьшается открытие грандиозным концертом с участием звезд эстрады электронной танцевальной музыки. Все развлечения в Зимнем парке бескладны, вход свободный. Прям проведение праздника с 12.00 до 8 вечера. На сегодня все. С вами была рубрика «Уикенд» и я, ведущий, Лаголова Арсен. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова